Всем привет, с вами Леша, это канал Хочу Жить. Почти все болезни в 21 веке от еды. Это является субъективным личным мнением. Я расскажу, что я об этом думаю. Поехали. Еще раз повторяюсь, это мое личное субъективное мнение, я его никому не навязываю, но вот что я об этом думаю. Итак, в 21 веке изобилие еды, изобилие продуктов, никто не голодает, еды полно болезней, связанных с едой. Это и гастрит, и ожирение, и диабет второй. Также алкоголь, с алкоголью тоже много заболеваний связано. Не все обязательно алкоголики, но большинство употребляет алкоголь. Для этого не надо быть алкоголиком, можно и несколько раз в год выпивать, а все равно постепенно убиваете свой организм. Так как алкоголь это яд, и вливая в себя постоянно яд, человек убивает свои органы, убивает свой организм полностью. А если человек не пьющий, если не пьет алкоголь вообще, то он едой убивает, сахаром, трансжирами, паревым маслом. Все это постепенно укушает, и все продукты кушает с визжением сахара. Также сахар рафинированный в песке. И все это попадает в организм, разрушает организм. И вызывает кучу болезней. В совокупности с алкоголем болезни следующие. Цирроз, гастрит, панкреатит, панкреатроз, язвы желудка, гепатит, инсульты, инфаркты, диагноз второго типа, несчастный случай, ожирение. Болезней на самом деле очень много, я просто не доктор, я все не могу сказать, назвать. У меня вот лично в самом деле в юности был гастрит. Ну как и с детства пошел, и в юности, когда вот в страну хлынули, поток хлынув всего этого, продуктов всяких, юппи, хленуппи, зука, вот эти все инвайк, просто добыв воды, маргарин, рама, который жрали как масло, думали, ну не думали, а знают, что это маргарин, но он же. Как заморский, интересно, как так и иностранный, ели его, все поголовно ели, пили с ним кофе, чай, это считалось как масло. А маргарин он тоже вреден, но очень вреден. Также во всю выпечку добавляют маргарин, ну почти во всю. В какую-то добавляют пареное масло. Тоже сейчас очень много стало из-за пареного масла. Я хоть и не ел такие продукты, но раньше-то ел, когда я был юный, маленький. Пусть тогда я не был пареного масла, но был маргарин. Добавляли выпечку, и вот у меня был хронический гастрит. Меня хотели ложить в больницу. Кишку я не глотал, вот эту, там с фонариком, такая длинная штучка, ее запихивают в горло и к желудку прям. Вот это я не глотал, а вот пилбарин мне делали как УЗИ желудка, что, ну короче, сказали, что хронический гастрит повышенной кислотности. Ну, я потому что ЗИЮПИ, ЗУК, ИНВАЙТ и все, ну не только я, вот все дети тогда, когда вот вклинуло от потока всяких товаров, ну и всякие сладости, все вот это вот без... Меру вообще не знали, ели все подряд. Мне говорили ложиться в больницу, но я был маленький тогда, я очень боялся, я говорю, что спрыгну с третьего этажа, а там на третий этаж, второй, я уже не помню, если честно, слишком маленький я был. Вот мне сказали, что положат меня в больницу, и я говорю вам, если положишь, то я спрыгну с парового лица третьего этажа и убегу. Ну, меня не стали ложить в больницу. Да, знал бы я тогда, сколько мне сейчас придется от взрослой жизни перенести в больницу, но тогда я этого боялся. И вот, что я к чему это говорю, к тому, что когда я стал правильно питаться, то все следы гастрита исчезли. Вообще все. Ни из животных, ни боли, ничего нету. Я уже даже не помню, какие были признаки того, что у меня гастрит. Также многие из животных могут сказать, что вот, ты до хрена пьешь кофе, и что оно вредно тоже, алкоголь вредно, и кофе вредно. Ну, про кофе-то я знал, ну, как слышал, из средств медиа, откуда-нибудь с телевизора, из интернета, слышал, читал, но не видел, не ощущал на себе, как вот с алкоголем. У меня болела и печень была в ужасном состоянии, я потом по анализам, когда я в больнице лежал, и первый раз, ну, не первый, а когда под машину попал, лежал в больнице, там печень, я на анализ смотрел, там очень плохие ферменты печени, АСТ и АЛТ очень, там не помню уже сколько, ну, плохо, короче. Вот когда я последний, ну, как крайний раз я лежал в больнице, гораздо лучше были анализы, когда, чем перед больницей я сдавал, когда после операций были хуже, но лучше, чем тот раз, прошлый. Также миф входит, что правильное питание очень дорого. Я не знаю, откуда он берется, может быть, по телевизору показывают, я сам телевизор не смотрю, поэтому не знаю, но знаю, что есть такой миф, когда вот с кем-нибудь общаюсь, там говорят, да вот правильное питание, кто говорит, времени нет, кто говорит, правильное питание дорого, но дорого это, сколько дорого, а сколько на алкоголь, на древную еду, это гораздо все дороже. на еду в кафе, забегал, в макдональдсах, кекси, вот эти вот все, ну, быстрого питания, бургерсы, хремлургесы, сколько, в это там денег оставляете, не считали никогда? и правильное питание, оно недорогое, если питаться, как вот, говорят, всякие там, псевдоспециалисты, говорят, надо форель есть там, из рыбы, что там еще, я, если честно, не помню уже, какие там, ну, в общем, дорогие продукты, рекламируют все, когда показывают, как правильно, кто-то показывает, кого-то, кто правильно питается, и его продуктовую корзину, конечно, там, элитные, можно сказать, продукты, наперед, там, может быть, даже некоторые не являются продуктами правильного питания, но он покажет, как продукт правильного питания, и люди посмотрят, скажут, да ну, ему нафиг, это очень дорого, а на самом деле нет, что там, гречка, макароны, из рыбы, нтай, горбуша, ну, горбуша, опять же, дороговатая, но, можно нтай, горбуша, это красная рыба, но, опять же, она, самая доступная, из красной рыбы, курица, индейка, говядина, не обязательно, если кто-то не любит говядину, или, если считает, дорогой, очень, то не надо ее есть, я вот, например, практически, ем говядину, что там, яйца еще, ну, и зелень, капуста, брокколи, ну, брокколи, опять же, любители, капуста, фасоль, стручковая, пекинская капуста, стручковая фасоль, также перец, болгарский, помидоры, огурцы, петрушка, укроп, ну, что там, вся зелень, которая продается, клетчатка редиска, из жиров, льняное масло, чуть-чуть сливочное, но это иногда я его ем, в основном, льняное, льняное каждый день, по ложке две, ну, одну ложку ее пиваю, одну в кашу, овсянку, овсянку по утрамьям, это недорого, это чистое питание, питаться правильно, совсем недорого, зато вы будете здоровым, и сохраните много финансов, так что не верьте в мифы, а проверяйте на себе, это был канал Хочу Жить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте лайки, пишите комментарии, всем пока,